Михаил Михайлович, поздравляю с победой. У меня один вопрос. Вы нашли новую позицию для Самошникова сегодня. Он играл чуть впереди, чуть больше в атаку. Он же все-таки номинальный защитник. Чем это вызвано? И справился он, по вашему мнению? Ну, я думаю, что всем понятно, что с уходом Камано и Изидора мы пока нуждаемся в таких быстрых игроках на флангах. Которые не только, так скажем, могут какую-то пользу приносить в атаке, но еще и нести некую оборонительную функцию. Тем более мы очень часто встречаемся с командами, которые играют по три центральных защитника, где фланги играют очень высоко. Поэтому у них есть тот функционал, когда надо помогать в обороне, и уровень готовности им это позволяет. Поэтому выбор атаков, опять же, немножко навыков не хватает атакующих, да, так скажем, чтобы такой, ну, так скажем, более комбинационный футбол вести. Но, опять же, опасный момент в первом тайме был вызван с его участием, когда он Александрова посадил на желтую карточку, заработал штрафной, прострелы были опасные. Ну и, в принципе, с переводом его по ходу матча на левый фланг добрался до мяча и со стандарта тоже мог принести результат. Спасибо. Еще вопросы? Ну, по традиции. У вас два сразу, наверное, будет? Да, так точно, чтобы время не терять. Михаил Михайлович, во-первых, с победой вас поздравляю. Ну, первый традиционный вопрос, мой любимый, по поводу центральных защитников. Фасон Морозов сейчас основные игроки, которые будут использоваться в ближайшее время. Или это не факт? Ну, давайте мы не будем загадывать, но если вы видите это сочетание от игры к игре на протяжении нескольких туров, значит, они нас устраивают. Главное, чтобы они были здоровы и не выпадали. Да, да, я вас понял. И второй вопрос пока. Нижний Новгород достаточно серьезно относится к оборонительным действиям и закрывает практически все зоны. Расскажите в двух словах, за счет чего сегодня команда рассчитывала вскрывать эти зоны и, соответственно, пытаться забить мяч? Ну, мы хотели создавать численное преимущество в определенных зонах для того, чтобы вытаскивать тройку игроков в средней линии, вытаскивать выше линейных игроков, чтобы пользоваться пространством. Не всегда нам это удавалось, но я уже говорю о том, что вот опасный момент, так скажем, который пришел Самошников, это вызван как раз из-под центрального защитника Александрова, когда он проявил свои скоростные качества. Поэтому, ну, Нижний Новгород очень хорошо вел оборонительную игру в первом тайме, да, и достаточно компактно, и практически перекрывал все зоны, поэтому нам не хватало движения мяча вперед. Очень много было ненужных поперечных промежуточных передач. Как только мы игру начинали убыстрять, играли вперед между линиями, играли нападающего, делали ложные открывания, ну и создавалась острота, в принципе. Спасибо. Еще вопросы? Да. Максим Гужевский, Гасситору. Михаил Михайлович, с победой. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете игру Сергея Пеняева сегодня, потому что кажется, что выходящие игроки на замену проявляют себя чуть более интересно, забивают, дают передачу. Для этого и есть группа игроков из 20+, да, так скажем, которые все тренируются, которые все конкурируют, и есть ребята, которые набирают форму и, так скажем, готовы приносить пользу команде. И сегодня, видите, Рефат сделал результат, да, пробил и забил гол. Поэтому важная победа. Сергей, ну, свою работу сделал, мог играть острее в организации атаки. Поэтому здесь... Но надо отдать должное сопернику, его уже как бы изучают, накрывают, не оставляют один в один, а перекрывают. Два игрока флангово-атакующий, центральный защитник, плюс один из опорных. То есть фактически три игрока в зоне его находятся, и ему, конечно, сложно, потому что большое внимание ему уделяется. Спасибо. Да. Еще один вопрос. Максим Глушенков в матче с «Зенитом», он вышел на замену и, в принципе, перевернул матч, стал героем. Сегодня он начал игру в стартовом составе. Будете ли вы еще его планировать как Джокера? Потому что явно видно, что человек может входить в игру по прошлому матчу. Но, знаете, мы же уже с вами не первый раз общаемся, мы говорим о том, что когда с кем мы встречаемся, мы анализируем, кто предстоит соперник, какой игрок может начать с первых минут, кто может выйти по ходу матча и принести пользу. Когда один игрок выполняет более скоростную работу, старается надергать игрока соперника, а более комбинационный игрок другого плана выходит по ходу матча и приносит результат. Это, так скажем, определенные вещи, которые мы анализируем. Некоторые, может быть, и не обращают на это внимания. Им важно, чтобы Иванов, Петров, Сидоров были в составе, и всё. Но мы, к сожалению, немножко в другой плоскости мыслям, наверное, поэтому и двигаемся. Ну, не креативно, но более структурно, поэтому и системно. И двигаемся вперёд. Поэтому от этого и отталкиваемся. Спасибо. Коллеги, ещё есть вопросы? Ну, конечно. Да, да, спасибо большое. Хорошо. Михаил Михайлович, во втором тайме соперник начал с первых минут играть высокий прессинг, но футболисты «Локомотива» достаточно легко справлялись с этой задачей. Вы разбирали этот момент, или игроки уже изначально понимают, как при любом сопернике из-под этого прессинга выходить? Нет, у нас есть определённый алгоритм, когда тебя начинают накрывать возле нашей штрафной, что должен делать тот или иной игрок в определённой ситуации, куда должна быть первая передача. То есть понятно, что нет самоцели ввязать в контроль в нашей штрафной площади, используя вратаря. То есть, ну, такой цели нет. Есть цель отрезать первую линию прессинга соперника. Каким образом, это уже вопрос наш внутренний, либо за счёт коротких, средних передач, либо длинной передачи в адрес нападающего, и из-за этого как бы стараться выжимать пользу. Продолжение следует...